привет дорогая семья и так мы продолжаем с вами уроки из серии школы духа и сегодня я хочу поговорить о очень важном топике в наши дни я этот топик назвал так 5 важных вещей которые вы должны сделать прежде чем начать какие-либо отношения сегодня будет тема к людям которые встречаются к людям которые планируют жениться к людям которые может быть потерпели крах и у вас был больный развод и вы пытаетесь сейчас восстановиться исцелиться и в будущем может быть начать новую семью и теперь вы хотите чтобы человека которого с которым вы будете жениться или выходить замуж вы хотите чтобы этого человека вам дал бог но существует вещи которые необходимо сделать я расскажу из своего собственного опыта из 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 и из консультации семьями из очень многих проблем которые всплывают и опять же знаете когда мы проводим консультации ты же не можешь это делать публичным но я могу публичным сделать вот это и дать вам ключи дорогие очень важные ключи поэтому приготовьтесь пожалуйста не игнорируйте если кто-то почувствует что это может быть люди которые там не слушают не знают перешлите это видео обязательно тем кто кто желает вступить в брак кто желает создать семью и пожалуйста дорогие позаботьтесь о том чтобы вашей жизни если вы этот человек вот этих минимум вот эти пять вещей были соблюдены я так скажу это это столбы это камни это в 5 фундаментальных камней на которых строится сам божье божья семья божье божье взаимоотношения и настоящая здоровая а здоровые взаимоотношения с твоим супругом и так дорогие отношения они могут быть нашей величайшей радостью или глубочайшим горем и разочарованием если к ним относиться легкомысленно они часто заканчиваются болью разочарованием и к сожалению очень жестокими разводами это означает 100 человек который вы пускаете в свою жизнь или тот которым вы отдаете все свое сердце имеет большое значение однако прежде чем с головой окунуться и нырнуть в эти взаимоотношения вы должны сделать несколько несколько жизневажных жизненно важных вещей чтобы избежать будущего горя и провала поэтому дорогие ваше внимание внимание в этом видео я хочу рассмотреть 5 важных вещей которые следует учитывать перед тем как переходить к любым новым взаимоотношениям к любым взаимоотношениям которые вы начинаете и особенно если вы планируете жениться или выходить замуж за этого человека и так номер один один из самых главных вещей которые всплывают наверно постоянно с которым мы имеем дело всегда и вот вот он с него все и начинается семья вам нужно исцелиться от прошлых ран ран и которые другими словами разрушаются семьи не из-за того что у них проблемы разрушаются семьи потому что мы втаскиваем проблемы прошлого неразрешенные свои раны и боль причиненные нам другим человеком мы втаскиваем вот в эти взаимоотношения или у тебя проблема с отцом проблема с матерью проблема с другими словами мы с вами как нация славянская очень раненая в этой сфере очень мало мы с вами видим настоящих семей настоящий брак который действительно по божьему варианту все это там все основано на чувствах на каком-то на каких-то похотях и потом все это люди люди пришли в себя очнулись они даже не подходят друг другу а если подходят друг другу они с собой столько мусора вносят из прошлой жизни что это невозможно находиться поэтому дорогие пожалуйста адресуйте и разберитесь с вашим прошлым не идите туда пока вы не будете в нейтрально в нормальном положении люди мне задавают как узнать что я готов к входу взаимоотношения ты не имеешь нужды семья что такое нужда 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 это вот вот если ты нуждаешься как женщина у меня часики тикают я мне надо ребеночка то есть вот это говорит о том что ты точно влипнешь не туда потому что ты должна быть ты дочь саря и ты говоришь бог мне не важно что когда сколько детей мне важно твоя воля и важен твой человек для меня поэтому я буду ждать ровно столько сколько ты позволишь мне это делать и я буду ждать именно того человека которого ты пошлешь мою жизнь и так дорогие приготовьтесь это будет очень интересный урок и так это может вас удивить большинство людей которые спешат вступать во взаимоотношения несут себе много ран и мусора из своего прошлого более того некоторые используют новые взаимоотношения а как способ спастись из без и избежать от своих прошлых ран другими словами мы знаете не ними мы не разобрались с этими болячками не разобрались с нашим детством не разобрались с прошлыми может быть даже к сожалению супругом или разводом и ты впрыгиваешь в новое взаимоотношение как просто затыкаешь дыру и о я найду лучше человека он меня поймет и здесь начинается опять то же самое если в два раза не хуже потому что это не эта семья это ты при который принес или принесла эти вещи своего прошлого пожалуйста адресуйте эти вещи одна из самых важных вещей которые нужно сделать перед тем как вступать в отношения это залечить свои прошлые раны и восстановиться после них это значит убрать нужду это значит у меня это или 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 просто вот все женились все замуж вышли а чё я тут сижу одна мне как то стыдно то есть смотри ты уже открываешь вер для дьявола единственная цель почему у вас единственная нужда по которой вы можете имеете право жениться это бог я создано или создан я вернее я не создан и не создано быть одной или одному я хочу господь мой чтобы ты мне дал человека не потому что у меня часики биологические тикают не потому что я ребеночка хочу не потому что мне нужны деньги я работать не хочу улететь столько разных причин по которой они женятся и нужд или мне мужчины не хватает я такая вся одинокая бог мой вот это одна из самых кошмара вообще или наоборот мне мне женщины не хватает у него проблемы с мамой в детстве были а теперь ему он ищет мамочку себе твоя жена это не твоя мама то есть и и поэтому вот вот пока вот это не исцелиться вот эта главная дверь не будет закрыта твоей нужды и похоти может даже похоти не к сексу а похоти когда другие варианты похоти к чему-то что не является божьим союзом и божьей мечтой для тебя поэтому если у тебя какая-то иная нужда чем просто найти человека который бог тебе дал совершить вместе призвание быть счастливым благо благословлять друг друга суппортировать друг друга потому что когда женятся и вы их женятся два человека когда они соединяются вместе поймите обоим становится хорошо потому что по одиночке не хорошо плохо быть человеку не хорошо быть человеку одному это четко написано то есть вдвоем хорошо, потому что моментально идет защита, или наоборот, если это соединил не Бог, соединила похоть, раны, нужды, какие-то вещи, которые не относятся, то, скорее всего, вы будете разрушать, то есть, два человека будут мучиться, то есть, вместо того, чтобы поодиночке ждать, теперь мы прыгнули из-за каких-то глупых решений вместе, и теперь мы разрушаем, теперь два человека не созидаются, а разрушаются друг другом, потому что вы настолько токсичны, и никто не желает исправляться, это надо решать до свадьбы, поэтому, послушайте, двигаемся дальше, итак, залечить свои прошлые раны, восстановиться после них, ты должен быть полностью восстановлен, ты должен быть, люди говорят, вот как знать, вот ты должен быть настолько удовлетворен, настолько спокоен, настолько с Богом в близости, и твое эмоциональное, психическое, душевное здоровье у тебя настолько оно есть, что ты можешь даже прожить без кого-то другого, то есть, вот когда хорошо входить в взаимоотношения, если ты уже можешь жить без кого-то, пока у тебя вот эта нужда и хотелка и похоть, и ты ищешь, Господи, да кто, кому я нужна, кому я нужен, наконец-то я нашел, то есть, поймите, вот это все и уничтожает в процессе, потому что вы успокаиваетесь, любая красота становится нормой, любые какие-то шутки, которые он говорил, ты уже не будешь смеяться, ты уже привыкнешь к нему, то есть, как бы, вещи, которые оказались в начале, когда мы встречались такими яркими, такими классными, на них нельзя строить взаимоотношения, все это привычно и становится нормой, и потом всплывают наружу реальный ты, всплывает наружу реальная ты, и получается, вот эти два реальных человека теперь сталкиваются, и что теперь с этим делать? Эти раны могут быть результатом прошлых семейных проблем, которые вы принесли, прошлого окружения или бывших взаимоотношений, например, если вы взрослее не получили любви от отца, это к женщинам, например, кстати, вижу это частенько, вы можете отчаянно гоняться за мужским признанием и одобрением, это значит, любой плохой мальчик, который там дал тебе комплимент, он дал тебе комплимент не потому, что он тебя любит, он тебя в кровать затащить хочет, то есть, и здесь вот это вот, ну ты, будучи такая раненая, папа никогда тебе ничего не говорил там, к сожалению, это нехорошая вещь, то есть, ты никогда не получила вот этой настоящей мужской, вот этого мужского одобрения, вот, вот мои дочери, когда растут, знаете, росли, я обнимал их, доченька, ты самая лучшая, ты самая красивая, то есть, как бы, они должны видеть, да даже без слов, иногда ты говоришь, иногда просто обнимаешь и просто целуешь ее, она чувствует это, знаете, вот это мужское объятие, она чувствует этот поцелуй в свою щечку и в свой лоб, она чувствует вот это вот мужское одобрение, и женщина вырастает правильно, женщина вырастает, да не нужно мне никого, то есть, у нее вот эта часть, у нее удовлетворена, потому что мужчина, взрослый отец подарил ей эту часть, и она защищена в этой сфере, если эта сфера была открыта, то женщина, то девушка в подсознательной это ищена, даже сама не знает, почему она влипает в то же самое Г, извиняюсь, опять и опять и опять, просто в разных штанах, на разных машинах и с разным лицом, но тот же самый характер, те же самые люди, так же самые ушатанные, и почему ты на них ведешься, потому что у тебя не хватало этих вещей, поэтому попроси у Бога исцелить тебя, просто скажи, папа, будь моим папой, исцели мое сердце, тебе отец хочет сказать небесный, что ты прекрасный, он создал тебя так, как должно, он дал тебе то, что нужно, и не тебя созидательно разрушать, просто прими его настоящую любовь, адресуй эту проблему, реши ее в молитве с Богом, попроси его исцелить это, не бегай, о, кому я нужна, затыкая вот эту рану и потом что, потом вот это использованное, потрепанное, побитое, душевно разорванное, ты пытаешься найти нормальному мужчину, нормальные мужчины на это не клюют, сразу скажу, нормальные мужчины клюют на уравновешенных, нормальных женщин, которые не говорят, почему ты мне уже полчаса не говорил, что ты меня любишь, почему я тебе послал смс, а ты мне не ответил назад, я тебя люблю, да он под машиной масло меняет, то есть и вот эта вся вот эта хрень, извиняюсь за выражение, она просто всплывает, потому что она никогда, и она постоянно думает, что он ее не любит, он на рыбалку поехал, это он с кем-то уже блудит, то есть и вся вот эта вот ерунда всплывает и уничтожает ее, сейчас мы к нему доберемся, подождите, все получатся, и получается, что и вот эта женщина, которая не была, то есть поймите, я понимаю, что это нельзя сделать, но тебе нужно это адресовать, тебе нужно это признать, тебе нужно сказать, да, Бог, у меня в этой сфере дыра, и вот почему вот эти вот хахари, вот эти вот непонятные люди, которые в реальности не ценят и не любят, но и почему они вокруг меня, да потому что они затыкают дыру, которая не была адресована с детства, с которой не разобрались из и оттуда еще, потому что не было папы, но что папа где-то там сделал, там сбежал, и ты с мамой выросла или вырос, да, и получается, что, кстати, я вырос без отца, да, как бы, ну там отдельная тема для отдельного видео, у меня тоже была моя рана, но это немножко другая сфера, да, и получается, вот это, эти раны нужно, сначала их нужно признать, понять, не отворачиваться и попросить Духа Святого впустить тебя, попросить кого-то, кто духовно старше, возложить на тебе руки и помолиться о тебе, просто дать тебе Лёва, обнять тебя, дать тебе тепло, и просто попросить Бога закрыть эту дверь, чтобы никогда дьявол через эту дверь не подбрасывал тебе опять вот этих хахарей, которые просто хотят попользоваться твоим телом и твоей душой, ты им никогда не нужна была, поэтому, пожалуйста, адресуйте вещи из вашего прошлого. Если вы не исцелены, вы принесете эти раны во взаимоотношения со своим супругом, если вы пережили неприятный развод и не исцелились, эта боль страдания будет препятствовать близости в ваших следующих взаимоотношениях. Подсознательно ища любви и безопасности, которой вам не хватало в детстве, вы в конечном результате принесете прошлую боль в свой нынешний брак, и это будет опять, и эта боль будет уничтожать, поверьте, вижу, прямо сейчас работаем с некоторыми семьями, которые именно вот это и делают. Он втягивает свое прошлое, она втягивает свое, они не ценят друг друга, и все это просто, они друг друга просто зарывают и уничтожают, не желая адресовать и понять, что это моя проблема, это не проблема моего супруга, потому что я его так вижу. Это не он, потому что он не должен тебе каждые полчаса присылать смс-ку, сердечко, я тебя люблю, я с тобой, отвечать тебе сразу в ту же секунду, когда ты его спросил, а ты где, любимый, и он там не ответил, о господи, откуда это всплывает, и почему ты не веришь, почему ты не доверяешь ей, почему ты это, где она, то есть неважно кто, мужчина, женщина, почему это всплывает, откуда это, почему ты не веришь ей по умолчанию, почему ты не веришь ему по умолчанию, почему ты должна выслеживать, проверять, следить за его телефоном, где эта геолокация, где он находился, подъехать к ему по подъезду, высматривать, куда он там ходил, то есть почему ты это делаешь, Это, скорее всего, раны недоверия из прошлой жизни. И вот они как раз не помогут тебе. Они уничтожат твоего того мужчину, который и не собирался блудить. Или твою девушку, которая и не собиралась гулять или что-то делать. Но вот это недоверие, оно, твое прошлое, уничтожит то хорошее, что Бог хочет дать тебе. Поэтому очень важный пункт. Разберитесь с ранами своего прошлого. Другой пример. Например, если мужчина вырос с жесткой матерью, или, так скажем, с жестокой матерью, которая никогда не подарила ему, этому мужчине, парню, мальчику, здоровых отношений матери и сына, то это сформирует нездоровый взгляд на женщину. И это я вам гарантию даю. Мы работаем с людьми, которые все они такие, эти бабы. Я говорю, ты только-только женился на ней. Как ты можешь знать, что все они бабы такие? Потому что, и потом начинаю узнавать, какие у тебя, сразу мы со Светой, знаете, мы сразу в корень идем. Сразу мы, зная это все, годы консультаций, какие у тебя взаимоотношения с мамой? Да у меня не было мамы вообще. То есть, а, все понятно. То есть, другими словами, взгляд на женщин сформирован или жестокой женщиной, или отсутствием женщины вообще. И получается, у тебя никогда не было парень настоящей девушки, и все, когда ты видишь девушку, у тебя сразу вот эти бабайки из прошлого всплывают. И ты такой, а, все вы стервы такие. Сколько я этого наслушал на консультации? Сколько мы этого видели, семья? Поэтому, пожалуйста, еще раз и еще раз и еще раз. Не вздумайте двигаться. Оттяните свадьбу. Сделайте паузу. Дайте время для исцеления. Разберитесь со своими прошлыми скелетами в ваших шкафах. Наведите порядок. Исцелитесь. Будьте уравновешенными. Подходите к взаимоотношениям без нужд, хотелок и всяких предрассудков. Подходите нормально. Где таких людей найдешь? Вот ты этим первым человеком и будешь. Вот начинай. С тебя пусть и начнется. И потом, когда у тебя будет все в порядке, Бог тебе пришлет такого же. Нормального уравновешенного. Потому что, знаете, как ушатанное, ушатанных находят. Поэтому, когда ты будешь нормальным и адекватным, ты не будешь находиться там, где ушатанное. Ты просто туда ходить не будешь. Ты будешь общаться по своей породе, по своему калибру, по своему статусу и по своему душевному здоровью с такими же людьми. Их мало. Ну, не переживай. Они есть. Я знаю. Итак. Поэтому перед входом в любые новые отношения позаботьтесь о своем полном исцелении и восстановлении от прошлых ран. Итак. Это пункт первый. Двигаемся к пункту второму. Очень важный момент. Который людей игнорирует просто жесть как. Это и я всегда говорю, ты говорил с ней? Нет. А ты говорил с ним? Нет. А почему? Итак. Второй пункт называется. Задавайте реальные и серьезные вопросы, когда вы встречаетесь. Потому что, когда вы женитесь, уже будет поздно. Вы знаете, обычно, когда люди вступают в новые отношения, они задают мелкие и несерьезные, не имеющие отношения к делу вопросы. То есть, вообще. Вы вообще серьезно говорили. Вы знаете, когда мы с женой, когда мы с моей девушкой Светланой еще встречались, мы сразу сели и задали друг другу самые важные вопросы. То есть, духовный уровень, твоя мечта, куда ты идешь, сколько детей мы будем иметь, семья. Мы обо всем поговорили. Мы поговорили о финансах, о долгах. Будем ли мы брать кредиты. То есть, мы все поставили на свои места. Потому что, потом в процессе я благодарил Бога, что Бог дал такую мудрость. И мы сразу, мы не зная этого, обговорили самые серьезные вещи. И сейчас я наблюдаю за парами, консультируем пары, которые просто... У них всплывают вещи, о которых нужно было говорить в самом начале. Почему вы это не делали? А они говорили о глупостях. Например, начинают спрашивать, какое ваше любимое блюдо? Какая разница тебе, что он есть? Или какие телесериалы и передачи, фильмы тебе нравятся? И вот это чушь. То есть, я понимаю, это можно поговорить. Какая разница? Моей жене нравится одно, мне нравится другое. У нас вообще вкус в телепередачах очень редко сходится. Это не имеет никакого отношения. Наш аппетит абсолютно другой. Она выросла в Казахстане, я вырос в Украине. У нас абсолютно другой. Даже вещи, которые мы любим кушать, абсолютно другие. То есть, ну это абсолютно не имеет никакого отношения к нашему. Почему мне оно надо? Ты знаешь, но смотрите, я хочу, чтобы сейчас меня услышали. Пожалуйста, задавайте важные и серьезные вопросы. Потому что потом вы с этим столкнетесь. Вы никуда не уйдете от этих вопросов. Вам придется столкнуться с этим человеком, с его принципами, границами, мечтами и всякими барьерами и честью. То есть, разберитесь с этим сразу. Эти вопросы не будут созидать ваш брак или отношения. Вам придется задавать реальные вопросы и вести серьезные разговоры о таких вещах, как ваши главные ценности. Вот просто поговорите, что является твоей главной ценностью. Я сразу, когда мы с женой сели говорить, я говорю, моя ценность – это Иисус. Это мой друг. Всю мою жизнь я хочу посвятить ему. Представляешь, и ты сходишься с человеком, с женщиной, да? Я не говорю о том, что она плохая. Я говорю о том, что она не твоя. Или ты сходишься с мужчиной, который… Я не говорю, что он плохой, он может быть красивый, умный, но он не твой. Он не того калибра, он не той гравитации, он не той тяги, не того уровня. И он там и не должен быть. Не тащи его туда, куда его Бог не тащит. Как я всегда говорю, 30, 60 и 100. Совместимость – это найти сотка, должна найти сотку. Совместимость – это шисятка, должна найти шисятку. Тридцатка – должна найти тридцатку. Глупость это когда тридцатка тупо женится или выходит замуж за сотню. И потом сотня начинает подтягивать тридцатку на свой уровень. А тридцатка не собирается быть сотней. Семья. Вот он любит лежать на диване и смотреть свою какую-то там Леопольда. Мне вообще плевать. Поймите, семья. И ты пытаешься. Ты человек, я тебе говорю, я буду за тебя молиться. Вы несовместимо сошлись. Теперь разводиться? Не, разводиться не надо. Ты должен тридцатке позволить быть тридцатке. А тридцатка должна сотне, позволить бы сотне. Конечно, аварийная ситуация. Но что делать? Потому что у людей нет мудрости в самом начале подходить к этим вопросам. И потом они когда уже женились, сидит. Она тянет, она молится, она постится. Или наоборот. А он пузо чешет и он счастлив. Ему вообще все равно. И поверь, когда ты будешь мучать своего мужа, вот эту тридцатку, которая лежит на диване, да? После работы устал. Ему точно не до молитвы, не до Библии сейчас. И точно не до твоей ходатайственной пророческой группы. И получается, когда Бог тебе скажет, а я его сделал тридцаткой. Ему нужно было не тупить и найти свою девочку тридцатку. И купить еще один диван. И они вместе лежали на диване, смотрели кота Леопольда. И были бы счастливы. А тебе, соточка, нужно было найти свою соточку. И теперь вы вместе были бы в упряжечке, молились бы и двигали царство Бога на земле. Приносили царство Бога на землю. То есть, поймите, семья, проблема не в том, что он плохой. Проблема, он не твой. Проблема в том, что не то, что она не твоя, она не от Бога. Она от Бога кому-то, но не тебе. Ну, вы решили все это замазать. Я красивая фигура, о, какая красивая попа. Глянь, какие у нее ноги. Бам, попал. И все, и что теперь? И теперь наслаждайтесь. Что людям советовать в этом случае? В этом случае адекватно подойти к вопросу, понять, кто есть кто, не убивать друг друга и позволить друг другу быть самим собой. Вот отцепись. Вот сотня, да? Вот ты полная посвященная Богу. Отцепись от Него. Благослови Его. Погладь Его. Делай Ему сэндвич. Налей Ему Его любимое кофе. И пусть смотрит своего кота Леопольда. То есть, не трогай его. Благодари Бога, что у тебя есть мужичок, который тебя суппортирует, на работку ходит, любит деток, любит тебя, но он не собирается летать где-то там в пространстве космоса, завоевывать Луну для Иисуса Христа. Это не его сердце. И вот о чем я говорю. Совместимость семья. Очень важный фактор. Это совместимость. Окей? Итак, все эти вопросы вы должны уже прокачать до того, как вы входите во взаимоотношения. Все вот эти вещи, о которых я говорю, это должно быть адресовано. Ты кто? Он тебе должен сказать. А ты кто? А я люблю Бога. А я люблю это. А я хочу это. А я хочу туда. То есть, пожалуйста, разберитесь. А что, если я потом уже разобралась? Тогда еще лучший вопрос. Не выходи замуж, пока не узнаешь, кто ты. Не женись, пока ты точно не созреешь, как мужчина в своем интеллекте, в своей душе, в своих чувствах и в своих мечтах. Не впрыгивайте во взаимоотношения, не зная, кто вы. Поэтому для некоторых требуется 18 лет. Я видел людей, которые в 18 лет созрели, точно знают, кто он. Он абсолютно зрелый духовно в Боге. Я видел людей, которые под 30, они до сих пор не знают, кто они. Сидит там в Nintendo играет. То есть, поймите, о чем я говорю. То есть, у нас у всех есть разное время дозревания. Самое главное, дозрей, когда узнаешь, кто ты, тогда и выбирай такого человека. Как мне люди спрашивают, где найти моего человека? Я говорю, ровно там, где ты сейчас находишься. Вот где ты? Вот ты вот здесь? Вот найди этого человека. То есть, найти своего человека, это найти того человека, который находится рядом с тобой в твоем окружении, с твоим мышлением, а едет в твоем направлении. Я всегда говорю, мой сын спрашивал, папа, как найти моего человека? Я говорю, представь, вы едете по шоссе. Много едет машин по шоссе. Я говорю, все едут по этому шоссе, другие едут по тому шоссе, третие едут по тому шоссе. Я говорю, по какому шоссе ты едешь? Он говорит, по этому. Я говорю, хорошо, представь, миллион шоссе, ты едешь по этому шоссе, так? Да. Я говорю, в этом шоссе должны ехать машины рядом с тобой. Едут, едут, куча машин. Рядом едет, сзади, впереди тебя, обгоняют тебя, догоняют тебя. Вы едете по шоссе в одном направлении. Я говорю, настоящий человек от Бога, это тот, кто едет на твоем шоссе, с твоей скоростью, в твоем направлении, тебе нужно его увидеть, распознать, и свадьба, это все вы вдвоем пересаживаетесь в одну машину, вот и все, но, как она и как ты ехали в том направлении, вы едете, никто никого не ломает, не переделает, не трансформирует, не выворачивает, не заставляет его, а что ты едешь по тому шоссе, А знаете, самое глупое, что делают люди, они сходят со своей шоссе, едут куда-то за Кудыкину гору, на какую-то сельскую дорожку, и начинают там высматривать мужичка, вот там, где высмотрел, вот там его и оставь, или женщинку какую-то, то есть вот там, где вот нашел, вот туда и положь, почему, потому что это их сфера, это их натуральный образ жизни, это их дорога, и Бог не собирается их пересаживать на твое шоссе, ты посадишь их в свою машину, они не будут довольны, ты начнешь их тянуть туда, куда ты не должен, они будут, почему, Потому что вы несовместимы, поэтому, о господи, у меня так мало, жди, молись, а я больше не могу ждать, ну тогда влипнешь, не хочешь ждать, не хочешь спрашивать Бога, Бог поругаем не бывает, ты хочешь сделать это решение сам, ты сделаешь его Бог, ты человек со свободной волей, ты можешь делать, что ты хочешь, Но потом не плачь, когда ты сидишь у разбитого корыта, и ты не знаешь, что делать с этим парнем или с этой девушкой, потому что чем дальше в лес, тем больше дров, и ты не понимаешь, что происходит, это все несовместимость, и вот эти все вопросы надо задавать. Итак, вопросы вести серьезно говорят какие-то вещи, как главные ценности, жизненное введение, эмоциональное здоровье, духовная зрелость, семейные ценности, сексуальная целостность. К примеру, если ты хочешь девушку, если ты, например, парень, к примеру, я такое встречал, парень говорит, я хочу только девушку невинную, то есть я хочу целостную женщину, которая не была с другим мужчиной. Почему? Потому что чем больше партнеров, тем больше сравнений. Да, Бог исцеляет, да, Бог прощает, но у тебя всегда в голове будет прошлая девушка, прошлый парень, и некоторые этого не хотят. И вот у некоторых надо сразу поговорить, у тебя был парень, ты была ли с кем-то, может быть, не на первом свидании, ну, хотя бы в нескольких свиданиях задайте эти серьезные вопросы. А потом, да что, я не хочу ее ранить, что я буду лезть в персональную жизнь? Ты уже в ее персональной жизни, вы уже хотите жениться, вы уже встречаетесь, то есть вы уже друг у друга в персональной жизни. Зайдите еще глубже и узнайте полностью фундамент, на котором стоит эта личность, чтобы потом не было. И потом женился, бедный. И потом столько хахарей. А это кто? А это кто? А кто это тебе пишет? А что это за фотки приходят на твой телефон, на такого-то мужика? А она никогда и не рассказала, что у нее было, где она ходила и где бродила. То есть, поэтому, пожалуйста, дорогие, о чем я говорю? Вот это сексуальная ценность, философия воспитания детей, ваши принципы и границы. Друг другу объясните, где я хожу, а где я не хожу. И где я хочу, чтобы ты была, и где я хочу, чтобы ты не была. Сразу. Если что-то не клеится, на нет и суда нет. Разошлись. Повстречались, проверили друг друга, попробовали, задали друг другу вопросы. И разошлись. Зачем оно вам надо? Зачем вам склеиваться с человеком, которого всю жизнь потом переделывать надо? О, других не было. Ну, наслаждайся своим вымором сейчас. Если ты не хочешь впускать в эти отношения Богом, ну, кто виноват? Это ты. Вы влипли, вы захотели. Кто? Вам кто? Бог? Кольца на пальцы одел? Вам что, Бог что-то там указывал? Иди. Нет. Ты увидела, ты захотела. Ты увидел, ты захотел. Ты начал преследовать, ты начал бегать, ты захватил. И потом сидишь, говоришь, она мне носит. Наслаждайся. Твой выбор. Я не знал. Вот надо было знать. Я этого не планировал. Надо планировать. Вот поэтому я вот сейчас эти вещи и делаю, чтобы у тебя была возможность. Опять же, эта тема больше к тем, кто свой путь начинает. Или когда у тебя был крах, и ты хочешь заново свой путь начать, но правильно. Вот эти ключи я даю этим людям. Окей? Итак, принципы границы отношения к финансам, долгам. Потому что сразу узнаю, у тебя долги есть? Одна семья недавно. Говорит, да я даже не знал. Сидим на консультации. Я говорю, а что у вас? Он говорит, у нас финансы, у нас финансы, финансы, финансы. Я говорю, да где вы столько долгов набрали? И она мне говорит, говорит, пастор Андрей. Я, говорит, я когда вышла замуж, я даже не знала, говорит, что у него там столько долгов. У него там банкротство, у него там провал, прайд-просед. Я говорю, сейчас все в дырявый кошелек. То есть, и женщина вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, она выплачивает какие-то огромные долги с прошлого своего мужа. О долгах, о которых она не спросила. И она даже не попыталась узнать у него, есть ли у него что-то вот такое. Дорогие, пожалуйста, у вас жизнь, узнайте. Напишите себе на лист все эти вопросы. Сядьте с человеком, задайте им вопросы. Умоляю вас, перестаньте калечить друг друга. Перестаньте уничтожать ваш брак до того, когда вы уже вошли в взаимоотношения. Не входите с человеком в взаимоотношения, если ваши принципы не совпадают. Если принципы не совпадают. Если там долги, так и узнать, сколько долгов. Только-только мы продолжим с тобой взаимоотношения, когда родной выплатишь эти долги. Потому что все это ляжет на твои плечи. И вы будете теперь мучаться вдвоем, вместо того, чтобы жить и наслаждаться. Опять, я могу этот список продолжать. Это моя, знаете, мозоль, больная тема. И насчет нее, наверное, много будет уроков. Приготовьтесь. В Школе Духа мы много будем касаться именно взаимоотношений. Скоро коснемся и токсичных вещей. Скоро коснемся каких людей, то есть принципы, по которым распознать человека, который Бог послал в твою жизнь. Приготовьтесь. Это будет очень интересный, очень интересный урок. Но сейчас не об этом. Итак. Чем ближе вы кого-то знаете, тем лучше вы сможете оценить совместимость. А также проверить, соответствует ли действие словам. Что он тебе балаболит. Соответствует ли он этому балаболу. То, что она тебе рассказывает. Соответствует ли ее жизнь этим сказкам, которые она с тобой разговаривает. Если они говорят, к примеру, давайте к примеру. Если они говорят, что ценят честность и открытость, пронаблюдайте, как они реагируют на коррекцию и обратную связь. Вот, например, она тебе говорит, я уважаю, когда мне говорят правду. И ты потом садишь ее в машине и говоришь, слушай, любимая, ты можешь вот это не говорить, а вот это вот так вот не одеваться. То есть ты начинаешь поправлять. Начинаешь какие-то вещи корректировать. И тут, а что это? И получается что? Получается, то есть она тебе говорит, что она ценит правдивый разговор. И здесь же взрывается, да? То есть объясните мне, что это такое. То есть проверьте ценности друг друга. Ладно, тебе они наговорили. Хорошо, ты услышал, у тебя хорошие ценности. А теперь время проверить, если эти слова совпадают с делами. Окей? Если, например, он говорит тебе, что его семья или для него семья является главным преимуриетом, посмотрите, как он относится к своим родителям, к своим братьям, сестрам, к своим дядям, тетям. То есть как он о них говорит, высказывается, не убирайте это. Потому что все, чем он обладает, это скоро станет вашим достоянием. Это скоро его проблема станет вашей проблемой. Его долги станут вашими долгами. Его паранойя станет вашей паранойей. И поэтому смотришь вот это, да, если это не разрешено, хочешь ли ты, чтобы это стало частью твоей жизни? И может быть хорошего куска твоей жизни? Потому что он с этим как-то же разбираться будет. И поэтому задайте вопросы. Если нет, на нет и суда нет. Разошлись, помолись. Или наоборот, делайте, заключите такой простой договор. Дорогой, слушай, вот эти вещи, вот эти вещи. Давай исправишь. И как только исправишь, мы можем дальше продолжать отношения. Если он не готов ради любви и ради тебя поменять или выплатить долги, или навести порядок в каких-то сферах, которые там разрушены, то, извини меня, он точно не будет наводить этот порядок, когда вы женитесь. Это гарантия. Любые несоответствия должны привести к конструктивному диалогу и обсуждению. Поэтому любые несоответствия, вот увидел несоответствие, слова с делами, сели и поговорили. Хотя не существует двух одинаковых людей. Вы не найдете свою копию. Такого не существует. Но есть совместимость. Фундаментальные различия в ценностях, стилях общения, эмоциональном здоровье могут разрушить будущую семью. Поэтому очень внимательно пронаблюдайте за этим пунктом. Разные уровни духовной зрелости также вызывают серьезные проблемы. К примеру, сколько я это вижу? О, Боже мой, это я вижу в церкви так часто. К примеру, когда посвященный Иисусу человек женится на теплом христианине или отступнике. И у нее в голове, знаете, есть такая чушь. Я его изменю. Не изменишь ты никого никогда. Такого нет. Это редкость, чтобы кто-то поменялся. Потому что человек должен хотеть меняться не ради тебя, хотя это хороший момент. Он должен хотеть меняться ради себя. Почему? Потому что это он должен поправлять свою жизнь, исправлять свою жизнь и выходить на больше-лучший уровень. А с молитвой подумайте о различиях, которые вы наблюдаете. Являются ли они контролируемыми? Маленькие различия. У вас должны быть, они будут. Даже интересно, когда вы разные люди. Это плохо, когда все совпадает. Это тоже своего рода проблема. Маленькие различия, да, как бы это нормально. Являются ли эти различия контролируемыми или разрушительными в долгосрочной перспективе? Внимательно понаблюдайте, что это. Третий. Третий момент, третья вещь. Никогда не игнорируйте красные флаги. Сейчас я поговорю, что это. У американцев есть такое выражение. Red flags. Красные флаги. Что это значит? Это аварийные такие флажки, которые вскакивают, когда что-то происходит. Или между вами раз, несостыковка. Красный флаг. У тебя здесь раз недопонимание. Красный флаг. То есть, и ты чувствуешь, что вот это вот мне не нравится. То есть, знаете, да, вот это чувство. Ты сидишь с человеком, разговариваешь. И он тут, к примеру, он тебе говорит, слушай, я буду с тобой честный. Я буду говорить тебе правду. И тут сидит на телефоне в машине. Едете вы, к примеру, куда-то, да? Куда-нибудь, в ресторан, к примеру. И он сидит на телефоне, и он рассказывает историю, которую ты знаешь, которую вы прожили вместе. То есть, историю он рассказывает другому человеку. И он рассказывает эту историю вообще по-другому. Чистой воды ложь. И ты едешь в машине, любимый. Потом он трубку положил, и у тебя красный флаг. Слушай, эта история вообще не так. Этот человек это не сделал. Ты точно так себя не вел. Почему ты обмануешь? Потому что некоторые, знаете, мы же не хотим друг друга ранить. И что мы делаем? Красные флаги поднимаются в нашей жизни? Мы их засовываем. Или там, к примеру, красный флаг. Ты едешь в машине со своей девушкой. И здесь у нее, билим, покажи телефон. Не покажу. Билим, билим. И ты начинаешь видеть, какие-то мужчины ей постоянно присылают месседжи. У нее в соцсетях какие-то поклонники. У нее слишком много полуобнаженных фотографий. То есть, я понимаю, там всякое бывает. Но когда вы в взаимоотношениях, попросите. Родная, любимая, ты любишь меня? Я хочу, чтобы эти фотографии были для меня, а не для достояния интернета. Что, ты мне не доверяешь? Я тебе доверяю. Но для меня это красный флаг. Почему? Потому что если для тебя моего внимания недостаточно, как для женщины, и ты ищешь вот этих мальчиков, которые ставят тебе сердечки, говорят, о, какая сексуальная женщина. И ты такая бедная там слюни пускаешь в интернете. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что ты больная в этой сфере. И ему нужно, вот это когда красный флажок, ему нужно задать вопрос. Любимая, почему тебе много мужчин пишут в соцсетях и оставляют смс? Тебе меня недостаточно? Семья, я могу говорить сейчас о красных флагах, наверное, час. Но о чем я говорю? Красные флаги – это сигнализация для супруг... Извиняюсь, не для супруга. Супруга – это отдельная тема будет. Мы туда тоже доберемся. Для людей, которые встречаются. Красные флаги – это именно момент, чтобы с ними разобраться. Пожалуйста, если тебя девушка любит, по-настоящему любит, то она скажет, для тебя не только уберу фотографии, я закрою этот профиль. И она просто этот ВКонтакте удалит. Она этот Фейсбук делит, сделает. До свидания. Просто закроет этот Инстаграм и все. Она говорит, ты моя жизнь и ты мое будущее. Вот это любовь себе. А когда там, ну если ты меня не принимаешь, такая, как я есть, я думаю, нам не по пути. Я тебе даю гарантию, вам не по пути. Быстро с машины вылетел и убежал, унес ноги. И все. Почему? Потому что потом начнется. А это что? А ты меня как мужчина не удовлетворяешь. Семья, я вам рассказал вещи, которые мы слышим на консультации. Ты просто сидишь, и у тебя уши дымятся. И ты говоришь, вы что раньше об этом не поговорили? Ну мы стеснялись. Я говорю, сейчас не стесняйтесь друг другу мозги выносить. Уничтожать друг друга. Грязное белье развешивать друг друга по всему городу. Все теперь знают ваши перепалки. Не стыдно сейчас? Адресовать это, разобраться с этим прямо на том моменте. Поэтому, итак, красные флаги. Важнейшая вещь. Итак, красные флаги существуют не просто так. Они существуют, чтобы привлечь ваше внимание, когда вы их замечаете, не прячьте их под ковер. Красные флаги это системы сигнализации. Просто системы сигнализации принципов, барьеров, преград, границ. Если вы начинаете замечать значительное количество тревожных сигналов и вот этих красных флагов в начале отношений, не игнорируйте их. Опять, я сказал только чуть-чуть. Там могут быть разные-разные вещи. Ее отношение к деньгам. Вы идете, и она такая, купи мне это, купи мне это. Вы еще жить не начали? У нее уже гора долгов. Или он тут начинает понтоваться. Слушай, он себе не может позволить ни этот ресторан, ни эту машину. То есть вот эти красные флаги, семья, не игнорируйте, смотрите на человека, что он преследует, что за ним идет. Спросите о его прошлом, какие у него были взаимоотношения. Сядьте, поговорите. И когда красные флаги всплывают, обязательно адресуйте их, не игнорируйте. Есть определенные недостатки, с которыми вы можете справиться. У всех есть. Опять же говорю, идеальных людей нет. Но есть красные флаги, с которыми вам придется жить. Вам придется с ними справляться. Вы можете справиться. И есть другие, с которыми вы не можете справиться. Никогда не переоценивайте свои силы. Потому что если он или она не готовы поменяться, когда вы встречаете, я вам даю гарантию, они никогда не будут меняться, когда вы будете женаты. Если вы видите определенные черты характера, о которых вы ясно знаете, что они разрушительны, не думайте, что волшебным образом вы сможете их изменить позже. Этого не существует. Поверьте, большой опыт работы с людьми. Вещи не всегда работают так, как вы думаете. Если ваши ценности и приоритеты не совпадают с этой личностью, это, вероятно, не будет работать в долгосрочной перспективе вашей семьи. Не будет. Покиньте эти отношения. Ну, я уже там... Не переживай. Свяжешься с другим человеком душевно, и полюбишь другого, и ты полюбишь другую. Никаких проблем нет. Если ты видишь, что вот это красный флаг, красный флаг, красный флаг, тебя игнорируют, не слушают, тебя, то есть ты еще один, как бы еще одна галочка на их резюме мальчиков, или еще одна галочка на их резюме девочек, то есть как бы хочешь ли ты же быть в этом списке, да, победителя этого, победителя противоположного пола, да. Поэтому будь аккуратный, наблюдайте за этим вещам, адресуйте эти вещи. Если красные флаги, их слишком много, и человек не хочет с ними разбираться, это для вас четкий сигнал, что вам нужно покинуть эти взаимоотношения. Хотя бы до времени, когда человек не исправится. Не надо, может быть, там стопора рубить, но просто сказать, это не для меня сейчас. Если действительно тебя любят, человек любит Бога, человек действительно хочет создать семью, поверьте, кто любит, тот делает, кто не любит, тот ищет отмазки. Поэтому такой принцип любви семьи. Не ждите совершенства, его нет. Но главный аварийный сигнал, это когда отношения строятся на песке, а не на камне. И вот это песок. Когда ты игнорируешь красные флаги, когда ты не хочешь строить на Боге, на молитве, на принципах царства, и ты строишь на вот этих всех каких-то вещах. Сколько у него денег нет? А у него сегодня день есть, завтра нет. Сколько у него... То есть не стройте на песке, не стройте... О, он меня так... Он так меня обхаживал. А ты узнай, что у него было раньше. А потом он тех обхаживает, он потом тех обхаживает кулаками. То есть будьте аккуратны. Посмотрите, если у него есть пристрастие к алкоголю. Он немножко выпивает. Он немножко сейчас выпивает. Когда он с тобой женится, он будет ведрами пить. И поверьте, я знаю, о чем я говорю. Люди не меняются. Все усугубляется. Окей? Хотите ли вы с этим человеком быть? Один раз сидим, консультируем пару. И там с той стороны был такой, знаете, хороший дамп. И с той стороны. И я сижу и такой говорю, почему вы об этом не говорили? Это же все вещи из вашего прошлого. Просто надо было задать вопрос и услышать ответ. Ну, мы стеснялись. И я задаю такой вопрос. Простой вопрос. Говорю, если бы ты знал, задал вопросы и знал, что вот это вот у нее есть, женился ли бы ты на ней? Он говорит, нет. Я задаю ей вопрос. И он спокойно говорит. Я говорю, я задаю ей вопрос. Если бы ты знал, вот все эти его болячки, прошлые вот эти проблемы, его проблема с азартными играми. Кстати, там было серьезно. Его проблема с долгами. Вот это он внес вот это в отношения. Ты бы замуж за него вышла? Она говорит, нет. Я говорю, так почему вы не поговорили? Ну, не знали, никто не сказал, никто не показал. А где молитва? Кстати, следующий момент сейчас поговорим. А где Бог? Вы что делаете? Это вещь. Я понимаю, ты можешь Бога не спросить, какую одежду там купить, или там, может быть, какой цвет обуви выбрать. Дорогие, но это фундаментальная часть твоей жизни. И я не знаю, что стоит за этим человеком. Я не знаю мотивы сердца. Поэтому я прошу Бога вскрыть, показать, если не от него аннулировать. Окей? Он, ты такой строгий. Поэтому я живу в успешной семье, в успешной церкви, с успешными детьми и в благословении. Потому что я не толерантен к вот этим всем вещам и красным флагам. И поверьте, до света у меня были встречи с другими девушками, с церкви. Да, все-таки чистое, хорошее отношение. Но там было слишком много красных флажков. И мы просто спокойненько разошлись. Почему? Я не хочу строить на песке семья. И все. Кто хочет, это ваше дело. Но я предупреждаю тех, кто, например, Бог, ответь мне. Вот я сейчас в этой маленькой серии вам и отвечаю некоторые вот, даю ответы на некоторые вопросы. Глупо двигаться вперед, надеясь, что они волшебным образом разрешатся. Не оправдывайте токсичное поведение во имя безусловной любви. Поэтому если у человека токсичное поведение, не надо покрывать его безусловной любовью. Адресуйте это, спросите это, разберитесь с этим. Он ваш, она ваша. Если нет, спокойно отошли. Потому что сейчас люди, я даю гарантию, большинство сейчас меня даже слушают. Если бы ты знал или знала, с чем ты свяжешься, скорее всего, ни он, ни она не решили быть вместе. А теперь, а теперь разбирайтесь вместе, работайте. Вот для этого ошибка, опять некоторые люди говорят, а как вы относитесь к разводу? Если там нет побоев, блуда, насилия, я абсолютно говорю, нельзя разводиться. Но там, где все вот эти насилия, побои, блуд, вся вот эта вот токсичность и уничтожение личности, здесь я даже не советую вместе находиться. Потому что Бог не давал таких взаимоотношений. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Да Бог не сочитывал это. Очень часто то, что мы делаем, это мы делаем. Мы придумываем, даже не спрашиваем. И потом Богу кулачонками в небо машем. Говорим, где ты был? Он говорит, я был там, где я сейчас и нахожусь. Надо было спрашивать, нужно было молиться, нужно было Богу это решение, это вопрос отдать ему. Бог не от тебя, забери. По-настоящему любить себя означает выйти из токсичных взаимоотношений до свадьбы. Если вы это проигнорируете, это приведет только к горькому и больному разводу, ранам и разочарованию. Итак, четвертый пункт. Молитесь. Я всегда говорю, это самый, наверное, банальный момент, который почти никто не делает. То есть люди связались. Эмоции выше крыши. Мы все красные флаги покрываем, вопросы не задаем. Знаете, как наша славянская нация, у нас все, вот у нас все синдерелла, знаешь, и все, и вот это принц мой, вот это она моя принцесса. И потом начинают вылазить рога. И потом начинают вылазить какие-то скелеты со шкафов. И поэтому я всегда говорю, самый честный разговор с Богом. Я называю это молитва созидания и разрушения. Молитесь этой молитвой. Если это женщина, и отдайте в руку, именно в руки Богу. Не надо молиться и потом делать, как вы хотите. Если эта девушка, дорогой Иисус, не от тебя, как бы я ее не любил, как бы я к ней не привязался, как бы я не хотел с ней быть, если эта девушка не от тебя, я забираю от себя полномочия делать это решение. Убери ее из моей жизни. Если этот парень, дорогой Иисус, не от тебя, а это всего лишь фасад, это всего лишь представитель, и я не знаю, кто это. Ты знаешь мотивы сердца, ты знаешь настоящие мечты этого человека, ты знаешь все его тараканы и скелеты, и ты знаешь, если это мое и не мое. Дорогой Иисус, если этот парень не от тебя, забери его. Если этот парень от тебя, Господь, пожалуйста, соедини. Я молился такой молитвой, и моя любовь только возрастала, возрастала, возрастала. И опять же, я говорю, я понимаю сейчас, через 30 лет почти нашей жизни, я понимаю последствия правильных вопросов и правильных принципов и границ, которые мы оба выстроили. И, кстати, эти границы очень нас обоих сберегли, обоих сберегли нас от очень серьезных проблем. Мы сразу подняли эти вопросы. Стоп, ты мне говорил, что это в твоей жизни, ты не относишься к этому толерантно. И, знаете, меня это приводило в чувство, говорю, да, знаешь, Света, ты права. То есть, когда ты выстраиваешь границу, они же, эти границы даже помогают тебе. Это, наверное, самый важный шаг во взаимоотношениях. Вы никогда не сможете раскрыть истинную природу человека, к которому собираетесь приблизиться. Потому что люди чаще всего скрывают свои темные стороны. Вы знаете, это натура человека. Скрыть мы никогда не говорим, а если говорим, это полуправда. То есть, что это значит? Это значит, ты и я, ты и он в действительности не знаете настоящих мотивов человеческого сердца. А Бог знает. Это значит, к кому я пойду за этим ответом на этот вопрос? К моему Иисусу. К моему Духу Святому. Он знает. И он или соединит, или разъединит. А если ты уперся и хочешь, Бог не будет касаться. Он просто отойдет в сторону и скажет, хочешь, делай. Но потом не вини никого, кроме себя. Это твое решение. Это твой выбор. И с этим будешь теперь разбираться ты. Платить своим здоровьем, своей душой. Платить разрухой. Платить теперь раны. Теперь неудовлетворение. Разочарование. То есть, почему? Это мы расплачиваемся за наши тупые решения. И когда мы не хотим спрашивать об этом Бога. Опять же, говорю, для меня эта тема очень эмоциональна. Потому что очень много помогаем людям. И мне так хочется встряхнуть всех. Просто очнитесь. Это решение ты не можешь делать сам. Этот выбор жизни ты не можешь делать сам. Там должен быть Бог. Люди чаще всего скрывают свои темные стороны. Поэтому всегда важно молиться и просить Бога раскрыть эту личность, стоящую за этим человеком. Прежде чем вы решите посвятить себя ему. Один неправильный человек в вашей жизни может полностью разрушить вашу судьбу. Бог мой, сколько я это видел. Вот стоит. Прекрасный голос. Прекрасный молитвенник. Прекрасный поклонник. Все. Разговариваем. У нее мечта. У нее все. Потом раз. Выходит замуж за какого-то странного мужика. Которого в этой церкви никогда не было. Потом смотришь. Ее нет. Потом смотришь все фотографии в соцсетях какие-то мрачные. Потом молитесь за нас. Потом смотрю уже. Там уже и начинается. Там уже от Бога видно отказались. Смотрю за столом уже водка стоит. Какие-то гулянки начались. Что получается? С этими всеми талантами. С этой всей мечтой. С этим всем призванием. Она соединилась с неправильным человеком. И теперь она полностью делает то, что он хочет. И теперь они просто оба идут под откос. Но он и шел под откос. Ты просто думала, что мой Бог всемогущий, он все изменит. Бог-то может изменить. Но это не тот человек для тебя. Это не та личность, которую Бог для тебя предназначил. И вот поэтому и крах настает себе. Есть много людей, которые женились спустя годы, обнаружили, что они действительно вышли замуж за дьявола. Или женились на сатане. Поэтому, поверьте, здесь нужно быть очень-очень аккуратным. Самая грубая и худшая ошибка, которую вы можете совершить и допустить, это жениться на ком-то, не посоветовавшись с Богом. Опять говорю, важно-важно-важно. Молитва созидания и молитва разрушения. Бог от тебя. Созидай. Бог не от тебя. Я убираю мои руки. Убери этого человека из моей жизни. Каждое ваше желание и решение в отношениях представляете перед Небесным Отцом в молитве. Просите прозрачности и подтверждения его воли. Позвольте Духу Святому направить вас к истине и совместимости. Это решение должен делать Бог. Погрузите в молитве любые отношения. Я имею в виду каждый аспект, начиная с самого начала ваших свиданий до брачного союза. И когда вы стоите и вас сочитывают пасторы или там где-то в ЗАГСе. Поймите, дорогие, вот все должно быть посвящено в молитве. Почему? Потому что ты не хочешь краха. Вот посмотрите вокруг на себя. Сколько вы видите успешных семей процентально? Я даже мир не говорю. Я говорю сейчас за верующим. Сколько процентально вы видите настоящих успешных людей? Это мизер. Почему? Да потому что все, что я говорю, никто это делать не хочет. Мы даем нашим чувствам, нашим каким-то предрассудкам делать решение. Ой, он красивый. Теперь этот красивый тебя по квартире ногами буцает. Теперь ты под диваном от него прячешься. От красивого. Поймите, семья, это решение ты не имеешь права делать. Впусти туда Бога. Впусти туда его волю. Если не его, на корню это руби. Я одна останусь. Лучше одной остаться, чем под диванами 10 лет прятаться с фингалами под глазах, выплачивать его долги и прятаться от него, когда он в ступоре, в алкогольном, да, избивает детей и ищет тебя еще побить. То есть поймите, лучше одной быть. Я вам даю гарантию. Если Бог тебя оставляет одну или тебя оставляет одного, это значит, это лучше для тебя, чем вот те взаимоотношения. Жди своего человека, жди его воли и не прыгай туда, куда Бог тебя не ведет. Мудрость нужна, аккуратно. Почему я так говорю? Я вот английскую версию сказал, она намного проще была. Потому что у американцев нет такой брутальности, как у нас. У нас славян, у нас все, знаете. У нас если к Богу, так к Богу. Если мочить, так мочить. То есть у нас экстримы. Мы нация уникальная. В частности, попросите Святого Духа раскрыть мотивы сердца и совместимость любого, кто преследует отношения с вами. Просите Духа Святого раскрыть мотивы человека этого сердца. Только начинает вас преследовать человек. Только начинает за вами ухаживать. Только вам какой-то понравилась девушка. Только вам понравился какой-то парень. Пожалуйста, сразу просите у Бога. Не заходите в эту душевную связь. Не склеивайтесь, не привыкайте. Потом уже разрывать будет намного тяжелее. Вы уже срослись. Вы уже дали ход чувствам, эмоциям. Сразу. От тебя человек, не от тебя. Бог, пожалуйста. Если не от тебя, уходи. Поверь. Лучше одному быть, чем жить вот так. И я вам даю гарантию. Вы найдете сейчас даже в комментариях вот здесь. Прокомментируйте. Лучше быть одному, чем быть с вот этим кошмаром, жить или с вот этой кошмариной, или с вот этим кошмаром. Не двигайтесь вперед. Основываясь только на сильном влечении к этому человеку. Чувства чаще всего обманчивы. Поэтому этот шаг вы не можете делать без Бога. Хорошо. Двигаемся дальше. Последняя семья. Последний пятый пункт, который тоже очень важен. И я хочу, чтобы вы его учли перед началом взаимоотношений и входом в следующие взаимоотношения с человеком. Долгосрочная перспектива. Не тратьте ваше время на тупые игры, встречи, гулянки. То есть, вот сколько я вижу людей. Вот пока молодая, пока молодой. И там, и сям. Вы тратите время. То есть, подумай. Этот человек, с которым ты сейчас встречаешься. Вот девушка, да? Долгосрочная перспектива. Ты видишь его отцом твоих детей. Ты видишь его охраной твоей жизни. Ты видишь его заступником. Ты видишь его обеспечителем. Ты видишь его твоим покрылом, суппортом. Видишь ли ты его долгосрочно? Или ты его видишь просто не... Вот просто у вас прекрасное время вместе. Видишь ли ты ее, мужчина, парень, видишь ли ты эту девушку в долгосрочной перспективе? Это материал мамы? Или это какая-то разнузданная личность, которая тебе просто привлекала... Ее тело привлекло твое внимание? Я вам даю гарантию. Только ей стукнет 40, можешь попрощаться с этим телом. В большинстве случаев. То же самое и с мужчинами. Только там стукнет сколько-то, там уже и пузико отросло. В общем, можете попрощаться с физической формой человека. А поэтому, если тебя привлекла всего лишь физическая форма, мне тебя уже жаль. Потому что это то, что уйдет. И уйдет, кстати, быстро. Окей? Особенно, если еще люди не поддерживают образ жизни, здоровый образ жизни. Там вообще держи меня. Итак, долгосрочная перспектива. На самом деле вам не следует вступать в отношения с целью экспериментировать или просто играть в эту игру встречалок-разлучалок. Вот эта игра, там сходил куда, в клуб где-то там, сходил где-то там в какой-то ресторан, там повысматривали на вот эти сходки, тусовки одиноких людей. Оно тебе надо. Начинай молиться, начинай просить Бога. Просто пошли. Опять же, найди свое общество. Найди свою стаю. И в этой стае проси Бога показать тебе определенного человека. Ваше время очень ценно. И чем больше вы его тратите, болтаясь или играя, тем меньше у вас его остается. Простая математика. Люди с высокой самооценкой знают, что их время очень ценно и дорого. И поэтому у них нет времени шутить и играть с кем-то. То, что не созидает тебя, скорее всего будет разрушать тебя. В отношениях, строителем которых является Бог, эти взаимоотношения приближают вас к Иисусу, дополняют ваши призвания и ободряют и суппортируют вас. Подходите к своему отношению со всей серьезностью, мудростью и планом на долгосрочную жизнь. Не играйте в эти игры, где вы тратите свои чувства, сжигаете свои эмоции. И потом, когда приходит твой человек, у тебя для него уже ничего не осталось, потому что в твоей игре ты потеряла все. Или в твоей игре ты потерял все. И получается, ты сжег уже, и ты уже не можешь даже комплименты давать. Ты уже не можешь видеть ничего красивого и настоящего, потому что ты спалил себя. Хорошо, дорогие мои. Больше не буду делать. Пытаюсь держать эти уроки более-менее в таком нормальном формате около часа. Хорошо, дорогие, вот это все, вот это пять важных вещей, которые вы должны сделать перед тем, как начать какие-либо взаимоотношения с человеком или после того, как вы восстановитесь. Опять, сразу говорю, семья, если у вас есть какие-то добавочки, пожалуйста, добавьте в комментарии. Мне иногда нравится зайти, почитать некоторые вот свидетельства и люди, которые проходили какую-то вещь. Я понимаю, что это очень больный топик, и не все могут сказать что-то доброе или хорошее. Напишите негативный опыт. Может быть, кто-то прочитает ваш негативный опыт и скажет, господи, спасибо. То есть возьмите, вот я специально открыл комментарий именно для того, чтобы адекватные люди тоже могли оставить свою точку зрения. Поэтому, пожалуйста, комментарии открыты на ваше усмотрение. Естественно, держите все культурным, красивым. То есть мы, христиане, мы должны держать вот этикет, как бы не ссорьтесь, не воюйте. Просто оставьте вашу точку зрения, будет интересно почитать. И также сразу говорю, что мы будем продолжать этот топик. То есть в школе духа мы будем касаться не только демонологии, мы будем касаться не только духовных аспектов. Мы будем касаться душевных аспектов и семейных, потому что эта тема очень важна. И она очень мало освещена с христианской перспективой правильно. Обычно там тебя или какие-то психологи лечат, или там какие-то там едешь какие-то там медикаменты принимать. Семья. У нас есть Дух Святой, у нас совершенно другие методы. У нас есть и Иисус, наш Целитель. И у нас есть Дух Святой, который нас успокаивает, исцеляет, восстанавливает и взращивает. Поэтому наши методы это не методы мира. Хорошо, родные. Благословений вам. Увидимся в следующем уроке. Пока. До следующей встречи.